Привет дорогие мои! С вами снова Елена. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня я хочу с вами поделиться своим мнением о косметике Шоконад. Хочу сказать, что компания Шоконад является ведущим производителем натуральной шоколадной, винной, медовой, а также золотой косметики для салонных и домашних косметических процедур аж с 2007 года. Продукция марки Шоконад насчитывает около 200 позиций, порядка 20 специальных линий, а также более 20 интенсивных программ, направленных на решение конкретных проблем по уходу за кожей лица и тела. Для различных типов кожи и возраста разработаны уникальные программы омоложения и регенерации кожи, похудения, лифтинга и прочих. Косметика серии Шоконад предназначена как для салонного, так и для домашнего использования, что расширяет возможности ее применения. В состав косметики, помимо шоколада, входят только натуральные, экологически безопасные ингредиенты. Для разработки шоколадных масок и обертывания Шоконад использует тертое какао высшего качества, производство Кот-де-Вуар 55% с добавлением различных экстрактов. Косметика Шоконад – это косметика высочайшего качества, которая производится только из натуральных ингредиентов, не содержит искусственных красителей и консервантов. Основными компонентами являются какао-бобы, морские водоросли, красное вино, настоящее 24-каратное золото, различные эфирные масла и растительные экстракты. Совместно с учеными Академгородка и Наукограда Кольцова компания Шоконад разрабатывает уникальные рецептуры, которые превосходят многократно по действующим свойствам иностранные и российские аналоги. Миссия марки – на каждую проблему кожи, волос или поверхности вашего тела у компании Шоконад найдется свое ароматное, вкусное и эффективное средство. Компания находится в городе Новосибирск. Ссылочку на сайт вы, как всегда, найдете в описании. Также ссылочки на все средства, которые я заказывала, будут в описании под видео. Проходите, знакомьтесь, обязательно приобретайте. И давайте перейдем более детально к моему отзыву, более подробно. Первым делом хочу рассказать о таком вот креме для бюста с лифтинг-эффектом. Огромная просто по размерам коробочка. Здесь 150 мл. Очень интересный натуральный состав. Зачитывать не буду, вы все можете посмотреть на сайте. Очень приятный цвет. Такой кремово-молочно-шоколадный. Запах напоминает, знаете, вот в магазине шоколадный пудинг. Продают вот точно такой же, такой кисломолочный какой-то с шоколадным ароматом. Приятно наносится, легко распределяется по коже, быстро впитывается, и составляет такой же легкий аромат кисломолочного шоколадного продукта. Приятный аромат, не противный. Как вы видите по объему, за месяц использования было использовано не так много. То есть он довольно экономично расходуется. По каким-то результатам, да, за месяц использования, я особо не заметила, чтобы подтянулась кожа, стала более какой-то упругой. Я думаю, что если использовать этот крем на протяжении года, эффект будет виден. Вот, поэтому я буду использовать его и дальше. Естественно, более детальный отчет будет в пустых баночках. Там уже, как бы, по истечении определенного времени, да, будет использована полностью вся баночка. Это довольно много, то есть тут еще как раз на полгода точно. И уже более детально я расскажу, понравилось или нет, есть ли какой-то эффект. По истечении месяца эффекта я не увидела пока. Далее я хочу рассказать вот об этой маленькой баночке. Это у нас крем для кожи вокруг глаз. Безумно мне понравился этот крем. Очень, очень, очень обалденный аромат. Крема здесь достаточно много. То есть, опять же, за месяц использования, вы видите, как будто бы я ему еще и не пользовалась. Его здесь достаточно много. Консистенция такая жидковатая. Не знаю, с чем это связано, но ощущение, что он немного расслоился. То есть, как вы видели, он такого кремового оттенка, но сверху выступили масла, которые входят в состав. Почему-то они вот отдельным таким слоем находятся. Я пыталась, пробовала его перемешать, чтобы консистенция вернулась в исходное положение. Но он опять вот так вот отслаивается. Тоже хочу сказать, отметить, что особого результата я пока не заметила. Более детальный отчет будет в пустых баночках. Но как наносится крем, мне очень понравился. Он моментально впитывается. Если еще при этом делать массаж век во время нанесения, то получается как бы двойной эффект. Крем мне понравился. Опять же скажу, что, допустим, те же гусиные лапки я не заметила, чтобы они исчезли как-то моментально. Но думаю, если пользоваться постоянно, то эффект, конечно, будет. Далее я хочу рассказать о двух кремах, которые я заказывала для мамы. Она активно пользуется каждый день и даже несколько раз в день от одного до трех. Хочу отметить, что вот этот крем для ухода за кожей лица вечерний. А это крем для ухода за руками. Как вы видите, расход совершенно разный. Хотя используется в течение месяца, каждый день. Иногда два-три раза. Крем для лица используется один раз на ночь. Крем для рук несколько раз в день. Как вы видите, расход совершенно разный. Начнем с крема для лица. Вот такой вот бутылечек. Крем такой желтоватый, яичного, светлого оттенка. Запах приятный, свежий. То есть он не шоколадный какой-то, просто обычный такой цветочно-травянистый какой-то свежий аромат. Впечатления моей мамы от крема для лица. Эффект сразу не виден. То есть по прошествии где-то 3-4 недель появляется какой-то эффект небольшой. То есть видно, что кожа разглаживается. Морщинки становятся меньше. Как-то кое-где они пропадают. Если они были, наверное, совсем маленькие, они разглаживаются полностью. В плане нанесения расход очень большой. То есть маленькое количество из дозатора. Если выдавить небольшое количество, его на все лицо не хватает. Поэтому вот такой большой расход. Думаю, что впечатления в принципе в общих чертах ясны. То есть расход крема большой, эффект сразу вы не увидите. Поэтому если уж брать такой крем, то брать сразу несколько тюбиков. Далее крем для рук. Вот такой вот. Не фикс так. Не фокусируется. Крем понравился очень. Буквально с первого же применения. Как видите, здесь использовано гораздо меньше крема. Такой же абсолютно дозатор носик. Выдавливается буквально маленькая капелька. Распределяется по поверхности рук. И эффект виден сразу. Кожа разглаживается. Становится более такая насыщенная. Как будто бы напитывается какими-то полезными элементами. Единственный недостаток, который мама заметила сразу, это как будто бы кожа становится прозрачной. То есть, видимо, из-за эффекта разглаживания она натягивается, растягивается, разглаживается и становятся видны вены. Но это как бы только по первому моменту. В дальнейшем, применяя крем, кожа как будто бы становится более плотной. Более упругой. И видимость вены, она как бы снижается, более такая блеклая становится. То есть, они как будто бы ощущение, что кожа становится толще. То есть, в принципе, обратный процесс старения. Если так можно выразиться. В общем, крем для рук очень понравился. Всем советую. Мама обязательно, если... Особенно возрастным. То есть, это 40+, 50+. Если у вас уже началось старение кожи на руках. Появились морщинки. То есть, такие морщинистые руки. Обязательно попробуйте этот крем. Как видите, расход минимальный. А применение до 3 раз в день. И последнее средство, о котором хочу вам рассказать. Это Баттер. Шоколадное масло-бальзам. Для ухода за сухой, увядающей кожей лица. С эффектом омоложения. Запах просто потрясающий. Как и любая косметика. Это шоколад. Просто обалденный. А как вы видите, расход вообще минимальный. Буквально нужно капельку этого масла нанести на ладони. Растереть, чтобы оно растаяло. И дальнейшим ладонями уже наносить на лицо, шею, декольте. Можно нанести на все тело, сделать массаж. Я использую его для лица, шеи и рук. Рук полностью от локтя до кончиков пальцев. Мне очень нравится эффект. Действительно, сухая кожа становится более напитанной. Более увлажненный. Такой бархатистый. Мягкий. Нет вот этого ощущения. Как бы сказать, шелухи на руках. Да, таких вот чешуек. Каких-то потрескиваний. Нет, пропадают эти ощущения. Кожа мягкая, приятная. Очень классная штука. Советую. Тем более, его можно использовать на все тело. И расход минимальный. Запах потрясающий. Запах сохраняется и на теле. То есть, вы чувствуете этот запах белого шоколада на протяжении нескольких часов. Это очень обалденно. И сводит с ума не только вас, но и вашего любимого человека, который чувствует этот аромат. И ему тоже приятно. Вот такой у меня был обзор. Косметикой я осталась очень довольна. Несмотря на то, что от некоторых средств эффекта я не заметила. Но сама косметика мне понравилась. Понравилось ее нанесение, запах. То, как она впитывается. То, какой она дает. Может быть слабый, но все-таки дает эффект. Так что, рекомендую познакомиться с данной компанией и с ее косметикой. Сейчас у них появилась новая программа с ягодами Годжи. Ссылочку на все средства, а также на сайт, вы найдете в описании под видео. Надеюсь, мой обзор, отчет был вам интересен. Если так, ставьте пальчик вверх. Кто не подписан, подписывайтесь. И увидимся в следующих видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok